Здравствуйте, друзья! И сегодня мы снова с вами поговорим про инопланетян. В наших предыдущих видео мы уже рассказывали вам про существ, которые живут в направлении созвездия Большого Пса, звезды Сириус. И в системе Сириуса существует еще одна цивилизация гуманоидного типа, находящаяся в четырехмерной реальности. Этот вид называется паскаты. Они похожи на представителя семейства кошачьих. Что-то среднее между кошкой и львом, только у них более утонченные черты. Их челюсти менее длинные, а уши менее округлые, чем у наших львов. Их уши больше напоминают уши кошек или рысей. Они ходят на двух конечностях. Рост выше человеческого. Они примерно 3,5-4 метра ростом. Их тела хорошо приспособлены к прямохождению. Некоторые мужские особи могут иметь гриву, как у льва. Женские представители гривы не имеют. Они ловкие, грациозные в своих движениях, как все кошачьи. У них есть длинные хвосты. Окрас шерсти бывает разных цветов. Бывают представители с коричневой или желтоватой шерстью. Бывают с рыжим или песочным окрасом. Бывают представители голубого или синего окраса. Глаза обычно желтые или ярко-зеленые. Паскаты, как и люди, носят одежду, хотя их тела покрыты мехом. Но мех не настолько густой и длинный, чтобы выполнять свои функции, как у обычных животных, представителей кошачьих. Сообщество паскатов имеет клановую структуру. В обществе паскатов принят матриархат. Самки заботятся о питании и воспитании потомства и о поддержании нормальных социальных условий, необходимых для сбалансированного развития общества. Поскольку на самках лежит обязанность поддержания порядка, они имеют право принятия решения. А исполнение этих решений является делом самцов. Последние отвечают также за общее управление, хотя это всегда происходило под интуитивным руководством самок. Ни один из полов не становится выше другого, поскольку каждый из них занимается тем делом, которое лучше всего подходит его физическим возможностям, складу характера и способностям. Паскаты не общаются при помощи слов или звуков. Они владеют телепатией, что дает им возможность общаться с другими инопланетными существами, невзирая на временные и пространственные барьеры. Они обладают пятимерным сознанием. В одном теле живут тысячи лет, используя развитые технологии для продления своей жизни. В созвездии Большого Пса в направлении звезды Сириус существует планета под названием Фелидия. Мир, населенный существами, похожими на кошачьих, которых называют паскатами. Они прославились своим развитием, которое охватывает не только технологический прогресс, но и уникальное соцсуществование с природой. Паскаты-фелидианцы живут в гармонии со своей природой. Их облик сочетает в себе благородную анатомию кошек и гуманоидных существ. Они ходят, как и другие гуманоиды, на задних конечностях. Их тела покрыты шерстью голубого и синего окраса. Как люди, они носят одежду. Фелидианцы являются мастерами технологического прогресса и владеют технологиями, которые для большинства людей покажутся магией. Технологии фелидианцев подчинили время и пространство. Их силовые поля позволяют им полностью контролировать элементы. Они обладают способностью телепортации. Их судовые системы были созданы с использованием плазменной энергии, позволяющей им мгновенно перемещаться между звездами и путешествовать через измерения. Они могут создавать иллюзии, изменив внешний вид своих судов, чтобы подстраиваться под окружающую среду. Их загадочные технологии обеспечивают поток энергии для их существования и многократно превышают возможности человеческой науки. Жизнь фелидианцев базируется не только на технологическом развитии. Они живут в гармонии с природой. Их поселения, утонченные и величественные, пребывают в гармонии с окружающим миром. Дома паскатов имеют колонны и изящные арки, где создается пространство, наполненное мягким светом, которое проникает через окна. Природа, окружающая паскатов, имеет оттенки голубого, синего, розового, фиолетового и пурпурного цвета. В их мире растут огромные деревья, украшенные причудливыми темно-синими листьями, а цветы, распустившиеся на полянах, имеют огромное количество оттенков, всех цветов радуги. Технологии паскатов были тщательно проработаны для сохранения экологического баланса. Они используют энергию, извлекаемую из звезд, чтобы питать свои города и поселения, избегая вредных выбросов. Вместо автомобилей они перемещаются в огромных круглых капсулах, питаемых солнечными и магическими энергиями. Они создали множество средств для очищения воды и воздуха, поддерживая свой драгоценный мир в безупречном состоянии. Паскаты тонко чувствуют состояние окружающего мира на их планете и живут в гармонии с природой. Паскаты неразрывно связаны между собой и с природой тонкими энергетическими нитями, которые оплетены вокруг каждого из них и вокруг их мира. Они ценят красоту природы, мир вокруг себя и свою общность. Их синтез природы и технологий создал уникальную атмосферу, наполненную магией. Велидианцы открыты к взаимодействию с представителями других инопланетных цивилизаций. Их интеллект и мудрость привлекают многочисленных посетителей на их планету. Они поддерживают связь с разными космическими расами и являются членами Космической конфедерации. Их кошачьи глаза имеют гипнотический эффект. Они могут читать мысли других пришельцев, что позволяет им находить общий язык и взаимопонимание практически со всеми. Велидианцы сотрудничают в серии технологий с другими цивилизациями. Помогают в развитии науки. Они вносят свой вклад в развитие галактического сообщества. Космическая конфедерация, состоящая из самых разных рас и культур, призывала фелидианцев к сотрудничеству из-за их невероятной смелости и справедливости. Фелидианцы с радостью присоединились к конфедерации, осознавая, что их сила и мудрость могут принести пользу всей галактике. Они входили в состав элитных отрядов и командовали космическими флотами, преданно служащими целями конфедерации и защищающими свободу и гармонию во всех уголках космоса. Их проницательность и доблесть помогали строить союзы с другими расами и преодолевать межгалактические конфликты. Так братство фелидианцев стало незаменимой составляющей космической конфедерации, способствуя сохранению баланса и мира во всех галактических сферах. Их боевые достижения стали легендой, воплощая силу и доброту, которые можно найти в глубинах сердец каждого фелидианца. Планета Фелидия, где живут прекрасные представители инопланетных кошек-паскатов, воплощает в себе мудрость, величие и гармонию этой внеземной расы. И данный рассказ написан по мотивам наших с Русланом воспоминаний о нашей прошлой жизни в этом прекрасном мире. И данные рисунки отображают в том числе и наш внешний вид в том инопланетном воплощении. И на сегодня я заканчиваю свой рассказ. Если вы хотите услышать описание каких-либо других инопланетных рас, пишите свои пожелания здесь в комментариях. И сегодня я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok